Они скитаются по поверхностям планет, летают под водой и парят в небе. Но это не сапари на планете Земля. Это экспедиция космических масштабов. Отсюда все выглядит неплохо. Ладно, принято. Если люди обнаружат, что мы не одни, как будут выглядеть наши космические братья и сестры? Чтобы ответить на этот вопрос, ведущие астрономы и астробиологи применили принципы эволюции и физики к пяти типам миров, которые можно обнаружить в космосе. Могут существовать вот такие создания. Давайте отправимся на межгалактическое сафари и посмотрим прямо в глаза инопланетянам. Вселенная Межгалактическое пристанище Миллиардов галактикс И триллионов звезд Является ли она безжизненной пустошью со всплесками гамма-излучения, горящими звездами и черными дырами? Или в этом космическом раю жизнь существует и вне Земли? Направлены ли на нас взгляды инопланетян, раздумывающих над вопросом старым, как мир? Одни ли мы? Ученые все еще ищут первые признаки жизни за пределами нашей планеты, но многие убеждены, что она там есть, и нам остается лишь найти ее. Но на что она была бы похожа? С помощью земной науки, логики и теории эволюции специалисты по компьютерной графике смогли изобразить некоторые инопланетные лица. И чтобы встретиться с этими внеземными созданиями, мы отправимся на воображаемое сафари по неизведанным краям Вселенной как туристы по межгалактическому зоопарку. Наша первая остановка — воображаемая планета Эронелл. Планета Эронелл весьма странная. Во-первых, она не вращается вокруг звезды, похожей на наше Солнце. Она вращается вокруг красного карлика. Это класс малых звезд. Они размером с пятую, шестую часть нашего Солнца. Поэтому пригодная для жизни зона расположена гораздо ближе к звезде. Пригодная зона — это важнейший ключ к пониманию эволюции жизни на других планетах. Пригодная зона в Солнечной системе — это расстояние от звезды, на котором вода может существовать в жидком состоянии на поверхности планеты. Она получает достаточно тепловой энергии от звезды, чтобы вода была и оставалась жидкой. Жидкая вода — это один из основных элементов зарождения жизни. Но в случае с Эронелл, пригодная зона настолько близка к раскаленному шару горящего газа, что притяжение звезды устраивает Эронелл приливной захват. Так же, как и Земля-Луния. Именно поэтому мы всегда видим лишь одну сторону лунной поверхности. Это означает, что одна половина Эронелл постоянно освещена, а другая всегда погружена во тьму. Их разделяет полоса в 200 миль шириной, протянувшаяся от Северного полюса к Южному, которая является вечной сумеречной зоной. Интересно, где на этой планете можно найти жизнь? Честно говоря, вы можете найти ее где угодно. Но на темной стороне живые организмы адаптировались к жизни во тьме. А на светлой стороне живые организмы адаптировались лишь к жизни на свету. А в сумеречной зоне можно обнаружить организмы, приспособленные и к тому, и к тому. Они могут бродить по обеим сторонам этого мира. Они сами решают свою судьбу, где им ходить, и где им охотиться. На Эронелл должны быть фотосинтетические организмы, скорее всего, в морской среде. Багрянки или бактерии, которые научились поглощать инфракрасный свет и впитывать из него энергию для приготовления еды. На земле из-за холода должны быть мохообразные организмы. Лишайники могут приспособиться к таким условиям. Ими питаются другие организмы. Водоросли на Эронелл представляют собой основание очень длинной пищевой цепочки. Для выживания важно все, начиная с растительного мира и заканчивая более крупными и сложными созданиями. В качестве примера обитателя Эронелл, использующего водоросли в качестве источника пищи, выступает насекомое Аком. Акомы — очень странные создания. На земле известное явление — метаморфоза. Это странная способность некоторых созданий изменять форму. К примеру, возьмем бабочек. Гусеница, поедающее растение, взбирается на забор, делает окон, и через несколько месяцев появляется бабочка. У Акомов тоже происходит нечто подобное, но в очень странной форме. Они смахивают на угря, обладая плавниками по обеим сторонам тела, но затем по какому-то странному велению природы они подплывают к какому-нибудь растению, прикрепляются к нему и образуют вокруг него оболочку. Когда эта оболочка раскрывается, наружу выплывает нечто невиданное. Оно убирает водород из воды, расщепляя водород и кислород. Набывает небольшой пузырь и всплывает из воды. Их подхватывает ветер, поднимает на большую высоту и разносит по всей планете, в том числе в сумеречную зону. Спускаясь, они сильно смахивают на парашюты. Когда Акомы опускаются на землю, они немедленно раскапывают нару, где по большей части обитают. Но пока Акомы копаются на земле в поисках пищи, сверху на них нападает одно из следующих звеньев пищевой цепи. Пинопод. Пинопод является одним из самых интересных созданий этого мира. Это странный небольшой зверек, его глаза расположены по всем сторонам головы, и он может видеть все вокруг. В сумеречной зоне РНЛ очень темно и холодно, из-за тусклого света звезды. И поэтому у охотников и их жертв развились большие глаза, подобные глазам сабли или других ночных созданий Земли. Но у большинства созданий РНЛ есть одна интересная особенность. РНЛ вращается вокруг звезды спектрального класса М. Свет этих звезд в основном инфракрасный. Инфракрасный свет — это свет. это тепло, которое вы ощущаете, когда открываете духовку. И эти создания могут его видеть. Они видят тепло, выделяемое телами вокруг них. Это сильно отличается от того, что видим мы с вами. Способность видеть тепловые следы на темной стороне планеты дает преимущество одному из крупнейших звеньев пищевой цепи РНЛ в Курге. Своими передвижениями и тем, как они действуют, они напоминают шакалов на равнинах Африки. Они живут в стаях, они охотники, они хищники. Это уродливые создания, которые окружают пенопода или колонию пеноподов, выслеживают их и поедают. У них есть странная особенность видеть не только в сумеречной зоне глазами подобными обычным и привычным нам, у них есть еще один набор глаз, расположенных сверху, с помощью которых, переместившись в область тьмы, на ночную сторону, они могут видеть тепловые следы созданий этих территорий. Это малая часть тех созданий, которые могли бы обитать на планете, подобной РНЛ. Но, по крайней мере, сейчас они являются лишь плодом нашего воображения. Ученые могут сидеть здесь и представлять себе жизнь других миров. Но если говорить о примерах, то один у нас есть — это планета Земля. Если приглядеться к жизни на Земле, можно получить огромное количество разнообразной информации, которую можно будет использовать при поисках жизни в других местах. Мы можем изучить большое количество экосистем и различные трудности проживания в них. Что происходит в экосистемах? С какими трудностями сталкиваются организмы, населяющие их? И эти же принципы мы можем применить к инопланетным организмам. Чтобы понять, как применить эти принципы, мы должны продолжить наше межгалактическое сафари. Мы покидаем поверхность РНЛ и, пролетев в 322 световых года, переносимся в другую солнечную систему, на воображаемую планету АГ-143. АГ-143 крупнее Земли, намного крупнее. Вокруг него вращается прекрасная система колец. Но важнее другое — это гигантская пустыня, гравитационное поле которой в три раза сильнее гравитационного поля Земли. Человек, весящий на Земле 80 килограммов, ступив на поверхность АГ-143, будет весить около 240 килограммов. К таким условиям нужно приспособиться. Но как? Дэвид Агулар из Центра астрофизики при Гарвардском университете полагает, что лучшим способом представить адаптацию сложных инопланетных форм жизни является изучение различных созданий, которые приспособились к различным экосистемам нашего мира. Мы находимся в зоопарке Северной Каролины, потому что он выделяется среди всех зоопарков нашей страны. Он огромен. Он большой. Здесь воссозданы различные условия окружающей среды, которые есть на нашей планете. Это прекрасный пример разнообразия жизни на нашей планете. Агулар полагает, что среди этих разнообразных созданий идеальным примером для понимания эволюции АГ-143 являются животные, обладающие очень большой массой. Если речь идет о животном, приспособленном к жизни в условиях большой гравитации, то это оно. Смотрите, что тут у нас. Небольшие ноги, которые поддерживают огромное тело. Конечно, там он был бы ниже, гораздо ближе к Земле. Но именно такое животное мы бы и увидели. Ниже, приземистей, но такой же толщины, приспособленной к планете с большой гравитацией. Хотя формы жизни на АГ-43 имеют некоторые характеристики, сравнимые с земными существами, на нашей планете не найти ничего подобного. Отсюда кажется, что все нормально. Понятно, принято. Хорошо. Жаль, мы не с вами. Что, если космический зонд однажды обнаружит жизнь вне нашей Солнечной системы? На что будут похожи инопланетяне? Ученые полагают, чтобы лучше понять создание из других миров и то, как они могли бы развиваться, нужно сначала узнать несколько простых параметров физической среды, где могла бы зародиться жизнь. Изучая планеты, вращающиеся вокруг отдаленных звезд, ученые обращают особое внимание на два фактора. Первое — это расстояние до материнской звезды. Оно помогает понять, сколько энергии получает планета и есть ли там жидкая вода. Второй фактор — это масса. Размер планеты. Он определяет гравитацию и то, какие там могут быть существа. Когда люди задумываются об эволюционной биологии, нам на ум приходит представление о природе с ее законом когтей и клыков, дарвинианская конкуренция между организмами, между видами и так далее. Но мы забываем, что на самом деле форму жизни придает физическая среда. Гравитация, температура, давление, состав атмосферы, есть ли вообще атмосфера и так далее. Законы физики одинаковы во всей Вселенной. Поэтому понимание того, как существа развивались в земных условиях, позволило ученым представить, какие формы жизни могли возникнуть в других типах миров, подобных воображаемой планете АГ-143. АГ-143 вращается вокруг яркой звезды спектрального класса F. Поверхность планеты покрыта водой лишь на 10%. Жидкая вода скапливается под песками после редких осадков. На АГ-143 сухо и горячо, а солнечный свет очень яркий. Звезды спектрального класса F ярче, чем наше Солнце, и они выделяют ультрафиолетовое излучение. Тамошние организмы должны быть как-то от него ограждены либо слоем атмосферы, либо собственным укрытием. Эти укрытия могут быть в форме раковины или другой оболочки, которая поглощала бы жестокую радиацию. Но созданиям на АГ-143 потребуется также развить и другие физические характеристики для существования в этом мире. Интересно представить, какой может быть жизнь на планете с более сильной гравитацией. С точки зрения микроорганизмов разница не особо большая. Разница заметна тогда, когда вы, например, сидите, а затем вам нужно встать. Черт, вы гравитации! Я не могу подняться! Другой побочный продукт сильной гравитации также может вызвать появление интересных жителей на поверхности АГ-143. Точнее, слегка под поверхностью. Земная атмосфера на 79% состоит из азота, на 20% из кислорода и на 1% из других газов, которых удерживает гравитационное притяжение Земли. На планете АГ-143 более сильная гравитация может удержать более плотную атмосферу, идеальную для полетов. Также она может удерживать больше кислорода. Пару сотен миллионов лет назад Земля пережила период, когда на ней была более высокая концентрация кислорода. Палеонтологическая летопись того периода включает гигантских насекомых с огромными крыльями, гигантских летающих организмов. Если подумать, чем больше в наличии кислорода для метаболизма, тем больше у вас энергии. Это сродни приему кислорода из кислородного баллона. После этого происходит прилив силы, наверное, эти организмы ощущали нечто похожее. при более плотной атмосфере и большой концентрации кислорода небеса АГ-143 должны быть полны больших летающих созданий, которые могли бы оставаться в воздухе сколько угодно. Например, сарган. Это существо большую часть жизни парило бы в атмосфере в поисках редких источников воды на поверхности планеты. Заметив водопой, сарганы устремляются вниз, надеясь не только попить, но и поохотиться на других существ, которые могли найти дорогу к этому оазису. Например, на Мобланта. На первый взгляд, Моблант почти неотличим от морской звезды. Он передвигается по пустыне с помощью конечностей обрубков. Они примечательны тем, что у них есть длинные щупальца, которые ищут в киске, скрытые в нем запасы драгоценной воды. Это существо выделяется тем, что после обнаружения крупного источника воды, оно вытягивает из него всю воду, как из колодца, все врастая и вырастая в размере. Оно запасается водой, как верблюд. Приспособления к обнаружению и сохранению воды важны для выживания. Застряв посреди пустыни, сотни хмель от любой жидкости, практически ни одно земное существо не имело бы шансов на выживание. То же самое касается и организмов новоображаемой планете АГ-143. Поэтому Фолис живет в основном рядом с источником воды, чтобы быть недалеко от этого драгоценного ресурса. Фолис это одно из самых странных существ на АГ-143. Они самые приземистые. Это рот на трех ногах, стоящих на платформе, под которой находятся чешуйки. Он скользит по песку практически как гремучая змея. У него есть необычная способность химически чувствовать присутствие или отсутствие поблизости добычи. Он охотится на берегах ручьев и крошечных озер. Найдя добычу, он внезапно останавливается, замирает, маскируется, становясь практически невидимым и ждет. Ждет, пока несчастное создание не начнет двигаться, а затем бум! Он нашел ужин. Способ передвижение фолиса скольжение по поверхности подобно змее на траве. Это еще одна эволюционная характеристика, вызванная более сильной гравитацией планеты. Для любого создания проще скользить на чешуйках, чем поднимать ногу. К тому же это дает преимущество в тишине перед жертвами. Они не слышат приближения фолиса. Но учитывая особенности пищевой цепи на АГ-143 в опасности всех. Ведь в водоемах скрывается смертоносное создание, известное как хитор. Наше исследование пищевой цепи на АГ-143 подходит к концу. Мы увидели, какие большие трудности приходится преодолевать созданием из этого мира, в котором воды на поверхности меньше, а гравитация сильнее. Но что было бы при обратных условиях? А если бы на планете вод было в изобилии, а сила гравитации была бы намного слабее? Ответ лежит у нас над головой. Неве над землей. Во время нашего межгалактического сафари мы увидели, как ведущие астробиологи использовали новейшие достижения науки, чтобы представить размер, форму и поведение созданий в воображаемом мире, в котором гравитация гораздо сильнее, чем на Земле. Но что было бы в условиях гораздо более слабой гравитации? Чтобы узнать это, мы переносимся с АГ-143 на другую планету, расположенную в 89 световых годах от нее. ГПС 925. ГПС 925 меньше Земли. Она в два раза меньше нашей планеты. Она с трудом попадает в категорию планет земного типа, так как она меньше, ее гравитация слабее. Звезда, вокруг которой вращается планета, холоднее нашего Солнца, поэтому поверхность планеты покрыта участками льда, сквозь которой проглядывают зеленые фотосинтетические растения и водными массами. Это очень похоже на северную часть нашей планеты, на районы у северных границ Канады и Гренландии. Мы называем их тайгой. Окружающая среда ГПС 925 не слишком разнообразна. В этом мире нет пустынь. Также там очень мало гор. Это более холодный мир, более однообразный, чем наша планета, но не менее прекрасный. В этом мире гравитация слабее, и поэтому в нем могут образоваться более элегантные формы жизни. Мой рост 2 метра. Представьте, каким бы я был высоким, если бы я развивался в мире, где гравитация в 2-3 раза слабее. Представьте, на что бы там была похожа секвое. Подобное воздействие гравитации на организмы с поверхности планеты придало бы им другие характеристики. Да и вообще, на планете подобных ГПС 925 большая часть этих организмов обитала бы вовсе не на поверхности. Мы находимся в птичнике. На этих деревьях останки динозавров. Это то, что осталось после того, как динозавры вымерли. Эти птицы должны летать. У них полые кости и плотное оперение. Эти птицы должны править небесами. Но на планете со слабой гравитацией вот кто правил бы планетой. В условиях слабой гравитации летать очень просто. На Земле летают многие существа, причем самыми разнообразными способами. Летучие мыши растягивают мембраны между пальцами и создают из них крылья для полета. Белки летяги планируют с высоты с помощью кожной перепонки. Но не все создания ГПС-925 сравнимы с земными. Самыми странными летучими созданиями, какие только можно представить, являются лолигары. Представьте летающие мешочки, которые похожи на надутые легкие, с длинными свисающими щупальцами, нависающими над ландшафтом, над которым они медленно проплывают. Подогреваемые изнутри теплый воздух раздувает их мешочки. Они похожи на летающих медуз. Подобно медузам они жалят и хватают все, что бегает по земле перед ними. То, как они двигаются, болтаясь на ветру, подобно стае психотелических медуз, для людей это просто невообразимо. Но там это распространенное явление. Даже жизнь на поверхности раздвинула бы границы известной нам науки. Также в этом мире могут существовать качающиеся стога. Они похожи на длинные стебли, длиною в 5-10 метров, многие из которых имеют наверху шар. Они раскачиваются на ветру. Удивительно то, что это не растения, это животные с корнями, которые могут встать, медленно пойти по поверхности планеты и снова пустить корни, покачиваясь на ветру, ожидая, пока рядом не пройдет какое-нибудь существо. Когда кто-нибудь к ним приближается, их верхушка подобно маленькой фризби вылетит и вонзится в тело существа, в его ногу, щиток, шерсть, застревая там. Вместе с ним они достигнут новых мест, слетят на землю и снова начнут расти. Они просто распространяют свои семена, разбрасывая вокруг себя небольшие диски, почувствовав, что рядом кто-то движется. На нашей планете нечто подобное делают некоторые растения и травы, но не в таких масштабах. И учитывая, что там растения похожи на животных, а животные похожи на растения, это очень странный мир. Существа, подобные качающимся стагам и лолигарам, получают на ГПС 925 достаточное количество воды. Но что было бы в мире, где еще больше воды? Намного больше. В частности, на планете, где нет суши. В водном мире. За время нашего межгалактического сафари мы увидели удивительный жизненный цикл Акома на Эронел, странных фалисов на АГ-143 и летающих лолигаров на ГПС-925. Все это лишь воображаемые формы жизни в гипотетических мирах. Они были созданы учеными на основании знаний о развитии жизни на Земле. Но как зародились бы подобные создания на этих странных обширных планетах? Известные нам условия для зарождения жизни основаны на известной нам жизни. А химические процессы, которые, как мы считаем, ведут к зарождению и эволюции жизни, должны быть основаны на углероде и происходить в воде. Поэтому нужна жидкая вода, нужен углерод, а еще нужен азод. а также нужна энергия. Потому что организмам, даже микробам, нужна вода. У них должен быть какой-то метаболизм. Поэтому нужен источник энергии. Солнечный свет является подходящим вариантом, но даже на Земле это не единственный источник энергии. Сотни лет ученые верили, что солнечный свет это единственный источник энергии для живых организмов. Но за прошедшие несколько десятилетий новые находки показали, что ученые заблуждались. Раньше считалось, что кипяток, обнаруженный около гидрофермальных жернал на морском дне, не подходит для жизни. но недавно ученые обнаружили, что зоны вокруг этих гидротермальных источников прекрасно подходят процветающему подводному сообществу. Вместо солнца эти существа получают энергию из жара, газов и минералов, выделяющихся из жару. Эти крайне упорные формы жизни известны как экстремофилы. Существование экстремофилов заставляет нас пересмотреть наши взгляды о возможностях организмов и наши знания о возможностях организмов. Другими словами, если взглянуть на разнообразные типы окружающей среды, которые можно найти на Земле, они варьируются от крайне холодных до крайне жарких, от кислоты до щелочей. Можно найти практически все, что угодно, и практически везде можно найти жизнь. То, что на Земле вообще есть жизнь, по большей части обусловлено нашим положением в Солнечной системе. Ученые раньше полагали, что для зарождения жизни на планете она должна находиться в обитаемой зоне звезды. не слишком близко, чтобы вода не закипела, не слишком далеко, чтобы вода не замерзла, а точнее посередине, чтобы на ней был жидкий океан, из которого может сформироваться ДНК. Теперь мы знаем, что это неверно. Теперь мы полагаем, что даже на покрытых льдом спутниках планет вроде Юпитера возможно зарождение жизни. Европа является спутником Юпитера, она покрыта льдом, но подо льдом находится гигантский океан, стабильный уже миллиарды лет и содержащий жидкую воду. Это сбило физиков и ученых с толку. Откуда там вода так далеко от Солнца? Это объясняется таким явлением, как приливное ускорение. В случае Европы приливное ускорение вызвано огромными размерами и гравитационным притяжением Юпитера, которые вынуждают лед спутника двигаться и растягиваться производя тепло. Когда изолированные нижние слои прогреваются, лед тает, создавая океаны. Добавьте к этому органические соединения, которые должны существовать на Европе, и вы получите слегка измененный, но весьма реалистичный рецепт зарождения жизни. Поэтому мы отправимся в следующий пункт маршрута нашего межгалактического сафари. Покинув полные жизни небеса ГПС-925, мы перемещаемся на 72 световых года к воображаемому газовому гиганту под названием Енер-Джи, планете с 8 спутниками. Обычно планеты вроде Енер-Джи нас не интересуют. Это газовый гигант, и считается, что на них жизнь существовать не может. нас интересует его спутник Анербас. Он примерно в два раза больше Меркурия. Он похож на спутник Европу, который вращается вокруг Юпитера. Представьте планету, покрытую океанами, а на поверхности лед, много льда, который все покрывает. На поверхности этой планеты нельзя ходить, но океаны подо льдом могут быть полны жизни. Учитывая постоянное притяжение Енер-Джи на Анербас, наверняка присутствует большой объем геотермальной активности, который мог бы стать основным источником энергии для зарождения жизни. Небольшой объем света может проникать через самые тонкие слои льда к воде под поверхностью. Там у некоторых веществ могли бы развиться глаза. Это предоставило бы им преимущество, но также сделало бы уязвимыми против некоторых защитных тактик. Примером хитроумного подводного беглеца является Амабос. Для нас свет — это просто свет. Но представьте Амабоса, небольшое, практически студенистое создание, плавающее в воде, никому не мешающее. Если он замечает рядом с собой угрозу, он устраивает вспышку искристого света, ослепляя всех существ, оказавшихся рядом. А его и след простыл. Это похоже на поведение кальмаров, выпускающих чернильное облако, или осьминогов. Он внезапно маскируется ослепительным светом, похожих на фейерверк в 4 июля и исчезает. Таким образом, свет выступает как защитный механизм. Но создания, живущие в глубинах океана, вырабатывают и другие способы выживания. К примеру, завалено. Завалено похоже на гибрид, причудливого паука и очень странного краба. Они обладают нестандартной способностью. Они распознают окружающий мир не глазами. Они распознают окружающий мир не ушами. Они распознают окружающий мир с помощью электрического поля, которое они производят вокруг тела. Это поле может расширяться и обнаружить все, что движется вокруг. завалено видеть лишь то, что сталкивается с их полем. Интересно то, что, когда их поле обнаруживает нечто, похожее на добычу, они ждут, пока та подходит все ближе и ближе, а затем внезапно бум! Электрический заряд оглушает жертву, потом вылезает щупальца, хватает жертву и втягивает внутрь. Они охотятся с помощью электричества. Мы видим, какие сложные препятствия приходится преодолевать подобным созданиям в водном мире. Нам остается изучить последний вариант. Когда население Земли обнаружит жизнь в космосе, или инопланетяне решат сами раскрыть земной расе факт своего существования, они могут оказаться вовсе небиологическими организмами. Мы можем встретиться с существами не из плоти, крови и углерода, а из стали и кремния машинами. Приближаясь к нашей последней остановке, воображаемой планете Гайя-Лео, мы замечаем на ее поверхности огромные кратеры. Столкновение астероида с планетой, населенной живыми организмами, было бы катастрофой. Но в случае с Гайя-Лео дело в другом. Мы приближаемся к поверхности и видим на ней маленькие металлические создания. Хотя до сих пор мы исследовали различные воображаемые уголки Вселенной, населенные биологическими созданиями всех форм и размеров, некоторые ученые полагают, что инопланетный мир может быть населен машинами и быть таким, как Гайя-Лео. Доктор Сетт Шостак из Института поиска внеземного разума в Маунтин-Вью полагает, что когда будет обнаружена жизнь за пределами Земли, может оказаться, что наши космические родственники состоят из стали и кремния, а не из плоти и крови. Инопланетяне достаточно разумны, чтобы построить радиопередатчик и выйти в эфир, чтобы связаться с нами. Скорее всего, совершили следующий шаг и может оказаться создание разумных машин. Ученые утверждают, чтобы лучше понять происхождение планеты, населенной подобными машинами, нам достаточно изучить эволюцию интеллекта у нас на Земле, в частности, искусственного интеллекта. Можно сказать, что искусственный интеллект — это наука создания детей с нуля, а не старомодным способом. Это наука и технология, пытающаяся создать разум, поняв, как разум устроен. Нам не удалось это сделать, мы не создали разумные машины, но люди, работающие в этой области, полагают, что это может случиться в ближайшие 20-50-100 лет. Вполне возможно, что через 100 лет или тысячи лет мы захотим объединиться с нашими машинами. Поймите, что в ближайшие столетия машины могут стать умнее нас, и существует опасность того, что наши создания поместят нас в зоопарке, за решетку, будут кидать в нас орехи и заставлять нас танцевать, так же, как мы заставляем это делать медведей. Но вместо объединения с машинами, люди однажды могут стать машинами. Когда центральный процессор превзойдет человеческий мозг, продвинутое программное обеспечение может дать этим созданиям огромное преимущество над нами. Если искусственный разум обладает мозгом, который в миллион раз быстрее человеческого и думает в миллион раз быстрее человека, то теоретически три с половиной дня их мыслительных процессов равны десяти тысячам годам человека. Чтобы достичь подобного, им понадобятся огромные объемы энергии. Очистив Гайя и Лео от всех полезных ресурсов, эти крошечные роботы, известные как Севалы, могут проложить дорогу в космос. И тогда машины следующего уровня, рыбаки, получат доступ к практически неограниченному количеству энергии и выживут. Представьте, Земля использует лишь крошечную часть энергии Солнца. Если бы Солнце было вот такого размера, то Земля по сравнению с ним была бы с головку булавки, поэтому мы поглощаем крошечное количество энергии Солнца. Чтобы собрать энергию Солнца вокруг него или другой звезды, можно построить гипотетическое строение, известное как Сфера Дайсона. Сфера Дайсон — это гигантская сфера, которая строится вокруг звезды, чтобы собрать всю энергию этой звезды. Таким образом можно собрать всю энергию, исходящую от звезды, при этом не сгорев. Разделив звезду на части и собрав всю ее энергию, рыбаки могут разобрать Сферу и отправиться к следующей галактической батарейке. Если ученые правы, это восстание машин может случиться на планете, близкой к нам. С каждым годом новые научные открытия позволяют нам лучше понять не только самих себя, но и жизнь во Вселенной. Целый мир и даже многие миры ждут того, чтобы мы их открыли. Они скитаются по поверхностям планет, летают под водой и парят в небе. миры на планете Земля. Это экспедиция космических масштабов. Отсюда все выглядит неплохо. Ладно, принято. Если люди обнаружат, что мы не одни, как будут выглядеть наши космические братья и сестры? Чтобы ответить на этот вопрос, ведущие астрономы и астробиологи применили принципы эволюции физики к пяти типам миров, которые можно обнаружить в космосе. Могут существовать вот такие создания? Давайте отправимся на межгалактическое сафари и посмотрим прямо в глаза инопланетянам. Вселенная — Солнце. Она вращается вокруг красного карлика. Это класс малых звезд. Они размером с пятую шестую часть нашего Солнца. Поэтому пригодная для жизни зона расположена гораздо ближе к звезде. Пригодная зона — это важнейший ключ к пониманию эволюции жизни на других планетах. Пригодная зона в Солнечной системе — это расстояние от звезды, на котором вода может существовать в жидком состоянии на поверхности планеты. Она получает достаточно тепловой энергии от звезды, чтобы вода была и оставалась жидкой. Жидкая вода — это один из основных элементов зарождения жизни. Но в случае с Эронео пригодная зона настолько близка к раскаленному шару горящего газа, что прикружение звезды устраивает Эронео приливной захват, так же как и Земля-Луне. Именно поэтому мы всегда видим лишь одну сторону лунной поверхности. Это означает межгалактическое пристанище миллиардов галактикс и триллионов звезд. Является ли она безжизненной пустошью со всплесками гамма-излучения, горящими звездами и черными дырами? Или в этом космическом раю жизнь существует и вне Земли? Направлены ли на нас взгляды инопланетян, раздумывающих над вопросом старым как мир? Одни ли мы? Ученые все еще ищут первые говорят, что одна половина Эронелл постоянно освещена, а другая всегда погружена во тьму. Их разделяет полоса в 200 миль шириной, протянувшаяся от Северного полюса к Южному, которая является вечной сумеречной зоной. Интересно, где на этой планете можно найти жизнь? Честно говоря, вы можете найти ее где угодно, но на темной стороне живые организмы адаптировались к жизни во тьме, а на светлой стороне живые организмы адаптировались лишь к жизни на свету. А в сумеречной зоне можно обнаружить организмы приспособленные и к тому, и к тому. Они могут бродить по обеим сторонам этого мира. Они сами решают свою судьбу, где им ходить, и где им охотиться. На Эронелл должны быть фотосинтетические организмы, скорее всего, в морской среде. Бакрянки или бактерии, которые научились поглощать инфракрасный свет и впитывать из него энергию для приготовления ядризники жизни за пределами нашей планеты. Но многие убеждены, что она там есть, и нам остается лишь найти ее. Но на что она была бы похожа? С помощью земной науки, логики и теории эволюции специалисты по компьютерной графике смогли изобразить некоторые инопланетные лица. И чтобы встретиться с этими внеземными созданиями, мы отправимся на воображаемое сафари по неизведанным краям Вселенной как туристы по межгалактичесому зоопарку. Наша первая остановка — воображаемая планета Эронелл. Планета Эронелл весьма странная. Во-первых, она не вращается вокруг звезды, похожей на нашу